здравствуйте здравствуйте дорогие мои подписчики гости моего канала дорогие мои императрицы я вас всех приветствую и так красотулечки мои девочки мои слетаемся ко мне мои милые на мой шабаш сейчас будем смотреть расклад на отношения но отношения вашего мужчина с вами и с его пассией с его женщиной с вашей соперницей этот расклад подойдет только тем кто сто процентов знает что у него есть женщина жена не жена не знаю но у него есть женщина вы это четко знаете если у вашего мужчина никого нет только вы одна любимая у него не смотрите этот расклад хорошо все смотрим здесь одна позиция расклад общий поэтому если самого начала будет все подходить значит смотрите до конца если вы чувствуете что-то здесь не то это не ваша вообще тема отключайтесь сразу хорошо вы можете представить ее если вы ее знаете представьте и образ ее имя можете в голове так создать до написать у нее на лбу как ее зовут представить ее представить его может быть в ее где-то просто фотографии увидели или вы где-то лично ее или лично знакомы с ней или он вам просто рассказывал про свою там жену любовницу не знаю то есть представьте да и так смотрите вот здесь будете вы вот тут вот тут будет ваша соперница а вы будете здесь хорошо и так буду выкладывать по три карты потому что я вам сейчас буду давать характеристику всем вам троим и так ваш мужчина сейчас на данный момент что он делает чем занимается это он как он видит вашу соперницу как он ее видит кто она для него дам его глазах сейчас его отношение к ней на данный момент хорошо как он видит вас кто вы для него как он видит вас кто вы для него естественно отношение к вам на данный момент как он к вам относится и так смотрим ваш мужчина на данный момент очень гордый очень высокого себе мнение здесь мужчина себя очень сильно любит он всегда себя любил потому что он знает свою значимость он знает знаете такой щек а вот вот первый парень на деревне круче меня в городе нету да каком городе вообще в мире я здесь такой крутой пацан красавчик такой вообще все бабы всю жизнь от меня тащились а потому что я знаю себе цену я всегда женщину выбирал не меня женщину но он так считает женщин всегда выбираю я я всегда выбираю самых красивых женщин никто попала не нужно все на меня вешаются это да так она есть все причем разновозрастные разных национальностей где я только не появлюсь а я всем нравлюсь я это знаю я себя очень люблю я себя очень ценю я над собой всегда работаю кстати здесь мужчина может быть бывший спортсмен у которого знаешь комнате в комнату захочешь у него кубки 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 медали медали грамоты грамоты ему есть чем похвастаться да или же например здесь мужчина который один лучше в своей сфере деятельности например там он физико-математик да и вот такие уравнения решает что профессора просто шок приходит и он говорит да это моя заслуга я с детства занимаюсь физико-математикой да у меня родители такие же и поэтому я один из лучших я знаю себе цену я собой всегда горд я всегда выгляжу потрясающе кстати у этого мужчины есть любимая женщина я сейчас не могу сказать кто она но говорю сразу него есть любимая женщина может быть есть и ребенок может быть есть ребенок но кто эта женщина по отношению к нему он пока об этом не говорит не но женщина очень красивая очень гордая также на него похожи потому что он он как-то знаете как будто женщина выбирает под себя он не будет выбирать какую-то непонятную ничего себе не представляющим он под себя чтобы вот я такой гордый красавчик и женщина сама должна соответствовать мне она должна со мной идти я должен ей гордиться по другому никак не получится потому что я у меня высокие амбиции и женщина со мной должна быть такая должен ей гордиться мужчина знаете всю жизнь такой немножко сомневающийся может быть он знак весы по гороскопу весы тоже вечно у них знаете то зайдет в этот в магазин и не знает какие-то туфли выбрать и те эти ли вот эти вот это тоже самое здесь мужчина как вечно в каком-то выборе находится вот предложи ему на работу несколько до работ и он будет выбирать какую не работу выбрать и уже дилемма начал него голова на счет пухнет пухнуть от того что он выбрать не может а у него всегда у него женщин так выбирает он так костюмы себе выбирает он так туфли себе выбирает у так духи выбирай дома, каким сегодня ему надушиться, блин. Вы понимаете, вот здесь ему как-то не очень везет с этим, потому что долго всегда выбирает, что он хочет в этой жизни. Может быть, поэтому как-то по жизни медленно идет. Медленно идет. Другие уже все имеют, а он еще медленно. Потому что долго сомневается, долго выбирает. Давайте посмотрим сейчас вопрос его с его соперницей. Давайте туда сейчас ударим. Итак, как он видит вашу соперницу? Ого-го! Ничего себе! Ничего себе! Десятка мечей, пятерка мечей и туз мечей. Отлично! Просто! Смотрите, я сейчас скажу, почему отлично. Но я же люблю так, ух, чтобы погорячей было. Я не люблю, когда скучно, приторно. Я люблю, когда драйв, понимаете? Драйв. Как он видит соперницу? Эта соперница его нахер уже послала. Извините, говорю просто по-русски. Почему? Потому что или она ему изменила, или он ей изменил. Она поставила точку. Потому что она уже, он ей надоел. Может быть, потому что он долго сомневался. Или, может быть, кстати, я не знаю, что-то еще какая-то ситуация такая произошла, где она ему сказала, все, давай, иди гуляй лесом, что я тебя больше не видела. Здесь еще, знаете, какой момент может быть? Может быть, женщина делала какую-то магию на него сама и делала или через руны, руническая магия, или, в принципе, магия. Но я не вижу, чтобы это было кладбищенское. Кладбищенскую не вижу. Также еще может такой вопрос, что она чистилась или его чистила. Такое бывает тоже часто, знаете? Когда кто-то делает магия, потом говорит, ой, я не хочу. И, блин, ну и мастер начинает. Ну ладно, давай все, будем чиститься тогда, да? Потому что первое, что через магию бьет, это потому, кто заказал. По заказчику всегда магия бьет. Потому что от мастера что? Мастер только выполняет. Мастер выполняет, берет деньги, он чистенький, все. На нем всегда хорошая защита, я вам скажу, на любом мастере. Иначе он не будет делать никакую магию. На мастере всегда хорошая защита. А тот, кто заказывает, откуда? Ничего на нем нет, он только платит. Платит и ему выполняет его заказ. Поэтому здесь, скорее всего, может быть, она даже сама как-то пыталась, не имея никакого опыта вообще в магии, лезет туда, куда лезть не надо. И ей по шарам так дало хорошо, что мама не горюй. У нее пошли проблемы, она стала худеть. Вот сейчас я вам, смотрите, я вам сейчас буду говорить, и вы сейчас будете автоматически понимать, по ней ударила или нет. Хотите, я сейчас расскажу, вот как она выглядит, да? Потому что мне уже здесь идет поток. Эта женщина похудела в последнее время очень сильно. Вот на ее лицо смотришь, оно серое. Лицо серое, восковое, как у вампира, такой, да эти, никакое. Серое. Красьте, не красьте, тебе там ничего не берет. Волосы сыпятся, ногти ломаются, ходит сутулая. По работе у нее проблемы, она или увольняется с работы, или у нее на работе такие проблемы, что ведут к тому, чтобы она сама ушла с работы. С деньгами тоже все плохо у нее, потому что уже нет того дохода, что было. У этой женщины могут быть сильные проблемы. Первое, что магия бьет по ней, и это ударило, я вижу, это то, что у нее пошли большие проблемы со здоровьем. Не удивляйтесь, если она постоянно таблетки какие-то пьет, или то, что она ходит в больницу, ее там лечат, уколы назначают, она в неком, даже где-то, депрессивном состоянии. Кстати, я вам еще кое-что скажу. Эта женщина может жить недалеко от кладбища, даже если это просто какая-то там парковая зона, где мемориальная доска с надписями умерших там. Это тоже считается кладбищем, потому что там люди похоронены. Вот она живет недалеко возле такого места, где есть мертвые. Это не у всех, у соперниц ваших проиграется, но у кого-то это проигрывается четко, и я это бью по этому, и я это вижу, потому что она недалеко. За минут, я не знаю, 10-15 от ее дома я дошла бы до этого кладбища. Я дошла бы до этого кладбища. Потому что от нее фонит прям. От нее вот этот холод идет мне сейчас. Холод от нее идет. Поэтому он ее видит, знаете, как женщину, даже где-то неадекватную, неадекватную истеричка, которая хочет поставить точку, которая, может быть, хочет с ним развестись, например, да, или она хочет поставить точку, разобраться с ним. Так оно и есть, потому что он ее видит, что она вставит уже точку. Она ему никак простить обиду какую-то не может. Она не может простить ему измену, предательство. Она с ним воюет постоянно. Он постоянно его пытается на изменах там поймать и так далее. И сколько раз она с ним уже расставалась? Сколько раз она с ним расставалась? Это застрелиться можно легче. И еще сейчас кое-что должно сказать. Я сейчас еще кое-что должна сказать. Она живет на северной стороне. Северная сторона почему-то мне идет. У меня ощущение, что она живет или северо-запад, или северная часть района, или дом у нее прям стоит на север, на север окна смотрят. И еще, и еще, и еще. Может быть, рядом есть больница. Большая больница, недалеко прям возле дома. У этой больницы есть тоже, как парковая зона, и там постоянно летают вороны. Вороны, я не знаю, или возле ее дома летают вороны, или возле этого помещения. То есть не помещение, господи. Я чем больше ее смотрю, тем больше я уже погружаюсь прям. Я погружаюсь прям туда. Еще, знаете, эта женщина как будто работает с металлом. Эта женщина работает с металлом. Я не знаю, может быть, она повар. Может быть, она сама медик. Может, она парикмахер. Она работает с металлом. У нее в руках металл. Металлические, что-то металлическое в руках она делает металлическое. И вороны, вороны кружат, кружат. Или над ее домом. ли там где она живет вороны кружат может быть у нее изображение татуировки я не знаю ворона птицы ворон знаете эта женщина эта женщина она немножко неадекватная знаете почему она неадекватная потому что она думала о том чтобы повеситься чтобы убить себя да вот вот когда человек в депрессии иногда он думает о том что я жить не хочу я хочу повеситься я хочу убить себя хочу умереть их и не хочу жить вот у него здесь такой есть момент и кстати этот момент тоже сейчас у него в мыслях у у него мыслях умереть почему-то сушки дать да где подождите я не хочу так оставлять я не ожидала что такие карты на него выйдут я не ожидала где моя темная колода здесь темной колоды просится просто а ну-ка покажите мне пожалуйста эту женщину в каком состоянии она сейчас и что она думает по отношению вот к вашему мужчине а ну-ка дайте мне жрица ну жрица показывают но почему почему нельзя а почему нельзя ну пожалуйста но пожалуйста но я вас прошу ну пожалуйста почему почему нельзя туз мечей 2 туз мечей выходит 2 туз мечей выходит потому что она поставила точку она вообще живая она вообще живая это женщина я надеюсь живая соперница потому что по десятке мечей это часто говорит что вновь у меня когда я смотрю мертвых когда я им я не могу докопаться у меня информация закрыта мне карте надо показывать по десятке мечей что человек мертвый но эта женщина соперности надеюсь она живая живая думаю да можно живой я думаю смотрим дай бог чтоб она живая была а ну-ка духи ангелы-хранители покажите мне пожалуйста дайте мне откройте мне информацию очень прошу вас откройте мне пожалуйста информацию как эта женщина относится к вашему мужчине еще еще знаете но я могу же четко сказать они скорее всего расстались они не вместе возможно идут какие-то бракоразводные процессы кого-то до проиграется у кого-то просто что он от нее ушел полностью с ней не живет все там тема с ней уже закрыта но она надеется что он вернется потому что здесь идет туз пентаклей она хочет с ним или опять воссоединиться или лишить вопрос материального материального вопроса да опять же через суд может быть до вопрос материально будет решаться или чтобы он в принципе назад вернулся и все было хорошо потому что его она выпускать не хочет он для нее золотой шанс он ли не золотой шанс и она считает что после него у меня уже больше наверное никого не будет потому что такой был мужчина да и я его потеряла слушайте мне прям за за эту соперницу как-то страшно честно я не ожидала что так карту я покажу что будет такой поворот событий тут я вообще в шоке я вообще тут в шоке хорошо давайте пойдем дальше я соперница в шоке его отношение к ней а вот смотрите страшный суд восьмерка мечей правосудия или он с ней разводится действительно здесь я не знаю просто на кого вы смотрит если любовница то смотрят на жену понятно он собирается с ней развестись потому что она четко подает на развод а она об этом ему говорит он по правосудии от закрыт но страшный суд говорит о том что его нет его что так не тянет по страшному суду может быть это кармические отношения может быть он обязан ей чем-то он должен вернуться опять же чтобы дом поделить землю поделить бизнес поделить золото поделить бриллианты поделите я не знаю бумаги поделить но он от нее закрыт и он закрыт от него по справедливости он считает потому что она не достойна чтоб я был с ней она не достойна чтоб я был с ней я устал я устал постоянно с ней конфликтовать я хочу чтоб все было по честности она мне не доверяет сколько она со мной была она мне постоянно не доверяет она меня хочет унизить она хочет меня спровоцировать она хочет меня на чем-то поймать если я задерживаюсь на работе она считает что я уже ей изменяю это неадекватная женщина а я может задержался потому что там колесо у меня прокололась на дороге блин я по мкаду еду два часа до дома доехать не могу блин ей плевать на это я сижу в в пробках в этом каде несчастном и она мне говорит и где ты с бабами с какими бабами я тут каждые пять минут останавливаю здесь выехать с этого мкада я не могу и как ей мне объяснить я устал это женщина мне не доверяет а мне не нужна женщина который мне не доверяет мне этого не надо у меня должна рядом со мной быть сильная женщина кабуда как которая будет верить в меня постоянно она для меня будет опорой она будет для меня всем мне не нужна женщина истеричка не нужно мне не нужна женщина который мне не верит я не могу уже на нее положиться я мужик не нужна женщина ска с которой я буду чувствовать себя уверенно я не могу чувствовать себя уверенно меня самого надо толкать как-то вверх вдохновлять с ней я я вниз эту я в болото иду она депрессивная я устал я устал жить в негативе я устал жить в криках я устал жить в каких-то упреках это невозможно я мужик она меня топит она меня она меня сосет вниз в болото я не хочу я не хочу теперь смотрим как он вас видит верховная жрица женщина обладающей магией магическими воздействия магическими способностями девочки но и воздействие наверное тоже потому что есть вот смотрите верховная жрица и восьмерка пентакли отлично кто здесь мастера у меня профессионалы посмотрите ваша соперница делает магию смотрите как она как она плохо делает магию извините хотел сказать по-русски ладно как она плохо делает магию ни черта делать ее не может она во вред себе делает у нас себя она себя гнобит а вы не вы на него магию не делаете я сейчас могу тоже доказать на карт я просто уже здесь по трем картам чувствую что вы на никакой никакую магию на него специально не делаете потому что вам нафиг то не надо вы и так было обладаете той силой без которую он жить не может вы очень тихо живете кстати хорошо давайте скажу про нормальных теперь женщина потому что я могу и так и так его и и по-другому женщина которая это вы да вы не обладаете давайте скажем так вы не обладаете никакими мастерствами там магические способности у вас просто бешеная хорошая интуиция вы умеете правильно мудро по жизни жить и обладаете магической красотой это такое ваше достоинство что вам никакую магию применять не надо потому что вы уже родились магически соблазнительное сексуально на что всегда мужики реагируют и этот мужчина то же самое вы много работаете вы много трудитесь и встали на ноги очень рано кормите семью может быть вы из большой семьи много детей и вы рано стали работать там школу закончили уже пошли работать понимаете вы мастер-профессионал своего дела вы очень хорошо знаете свою работу идете вверх по своей по карьерной лестнице знаете хорошо компьютер может быть у вас есть кстати ребенок помните я вам сказала что у него этого мужчины у этого мужчина в начале помните я говорила у него есть любимая женщина которую он очень сильно любит потому что она такая же горда как он возможно у нее есть ребенок помните да и вначале я еще сказал я пока не знаю кто эта женщина с ребенком так это я могу сказать что многие здесь есть не все но многие вот эта женщина с ребенком также я могу еще отнести к тому что вот эту женщину которую он любит он хотел бы сделать ей ребенка но хотел бы этой женщине сделать ребенка потому что вот такой женщине как он сам красивый гордый он хочет сделать ребенка это как самец нашел свою самку и конечно найти в в львином царстве государстве такой лев такая же потрясающая львица почему бы ей не сделать тигрят до львят на меня похожих да с удовольствием и здесь мужчина как он видит вас да она где-то ведьма дан от меня закрывается кто-то и но практически все вы от него закрываетесь потому что вы уже как-то на него махнули рукой пошли работать пошли заниматься делами многие на компьютерах сидят в интернете соц сетях может быть другим мужиком переписываетесь из америки или у вас работа непосредственно связана с медициной работа с металлом работа с электроникой техникой компьютеры программирование электричество ну или же вы юрист например да юридические какие-то дела какие-то бумаги какие-то документы даже если у вас риэлторская собственная компания вы непосредственно постоянно обращаетесь в нотариальную контору заверить расписаться купить продать дарственной так далее нет да поэтому вы такая очень умная женщина вам интуиция по жизни очень хорошо помогает вы идете как-то вперед с ней нам вам подсказывает правильно также здесь опять же повторюсь практики у меня я не могу это промолчать и это скрыть у меня тут смотрят практики и практики сильные которые нарабатывают свое мастерство которое не сидят а которые работают каждый день и отрабатывать свое мастерство не совершенстваются они профессионалы можно я могу одним словом сказать меня смотрят мастера профессионалы, которые умеют, умеют, они работают. Может быть, на карты гадают. Может быть, какие-то ритуалы делают, заговоры делают, людям помогают, людей принимают. И вот отношение к вам на данный момент. О, как! Видали? Императрица вы в его глазах, истинная женщина. Я же говорю всегда, императрица, мои красотолечки мои, а меня только императрицы могут смотреть. Средняж, дурочки не смотрят. Меня императрица смотрят. Истинные женщины. Вот он вас видит такую. Вы для него, как недосягаемая звезда. Я могу сто процентов сказать, что вы на расстоянии, вы вообще не рядом. Или вы в разных странах, или в разных городах. Мужчина о вас мечтает. Потому что вы у него образ Мадонны святой. Понимаете? Богородица уже светитесь, нимф над вами. Нимф над вами светится. И вы уже такая звезда, очи очарования. На него уже просто не глядите сверху, потому что вам как бы не до него. У вас дела, у вас работа. Работа, работа. Каждый день, да. Я работаю тихо, спокойно. Я никому не мешаю. Никому не лезу, не в чью жизнь. Я сама по себе зарабатываю деньги. Потому что мне кормить надо семью. У меня дети там, например. У меня родители. У меня долги там, да. У меня кредиты, блин. Мне работать надо. Меня кормить-то никто не будет. Я сама себя кормлю. С утра до вечера только и пошу. Может быть, даже на нескольких работах. А что делать? Ну вот. А он о вас мечтает. Он надеется. Он ждет, что он с вами снова будет. Потому что единственная, настоящая, истинная женщина, это вы. Не вот эта вот, которой лечиться надо уже. Я не знаю. Где лечится? Психику свою. Где лечит, мам? Ну, вспомни, я уже не помню. Психиатрическая больница. Вот. Психиатрия. Нет, невропатолога, наверное. Невропатолога, я все-таки думаю. Конечная стадия, это уже психиатрия. Кащенька. А сначала у невропатолога, да. Пусть ей там что-то выпьешь, что-то успокоительное. Персин, блин, я не знаю, там. Ромашковый чай на ночь. В каплях мяту, да, мяту, пустырник. Ну, все как-то так. Мне соперницы очень жалко. Очень жалко. Это надо какое-нибудь ненормальное, извините, чтобы вот так вот саму себя, саму себя в угол-то, как страшного зверя загнать. Это кошмар, конечно. Что у нее в голове, непонятно. А у нее, она не сильная по характеру. У нее характер слабый. Сильные женщины, с ними практически с их психика, ничего плохого не происходит. А потому что психика закаленная, понимаете. А когда человек ничего в жизни не видел, когда он зациклен на чем-то одном, она, вот я так чувствую, что она прям была зациклена на вашем мужчине. Вот его, вот это первая причина, по которой его отрезает от нее, потому что она зациклена на нем. Зацикливаться никогда нельзя. Это первая строчка к краху. Это первый пункт, идущий вот в никуда, да, вот все. Ты зациклен на нем, он для тебя все, он твой единственный бог и царь, там хлеб и соль и все остальное. Вот здесь такой, вот такая была здесь вещь. И она делала магию. Господи, какой кошмар. Какой кошмар. Когда кто-то неуч, неуч делает какую-то магию. Первую сторону бьется по себе. Но в первое, что может получиться, это вообще ничего не получится. Давайте скажем так, честно, да. Ничего не получается. Но ты же не останавливаешься, да, вот у многих. Как же, не, не, я еще, еще, да буду добивать его. Буду добивать его. Она его, не его добивает, она себя добивает. До психиатрии она себя добивает. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что он решил для себя? Я сейчас как раз вот с темными колодой буду продолжать тогда. Что он решил для себя по отношению к ней и что он решил по отношению к вам? И сейчас опять буду закрытыми, выкладывать закрытыми рубашками вверх для того, чтобы информация пусть меня не избивает. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Дайте, дайте мне информацию. Что этот мужчина решил по отношению к ней окончательно? Что он решил? И что он решил по отношению к вам окончательным? Еще. Ага. Вот смотри как. Вот смотри, как здесь что получается. Что он решил по отношению к ней? Ничего решить не может. Он ее боится. Вот это она. Вот это вот она как привидение. Видно туда? Как привидение. А это он уже бедный по ночам спать не может. Он ее боится. Вы понимаете? Он ее боится. Эту женщину. Кошмар. Боже мой. Это ужас. Мужик боится женщину. Вы представляете, какая она там? Что там за женщина? Что он ее по ночам боится? Он в страхе, как в ужасе просыпается. Он думает, что она... Ну, хотя, вы знаете, по девятке мечей здесь там, может быть, бояться и нечего. Она ничего уже не может ему сделать, да? Вот так скажем. Но он-то боится. У него же страх это полный, штаны. Он же боится, что она придет ночью, пристрелит его, например, там. Пока он будет спать, она подползет и воткнет в него нож. То есть здесь мужик себе так накрутил просто. Она у него в кошмарном сне уже снится. Поэтому он ее видеть и он не хочет. Он ее видеть не хочет. Не знать, не видеть он ее не хочет. Да, семерка Пентакли. Семерка Пентакли он выжидает. Чего-то он там выжидает. Деньги, может быть, свои выжидает, которые она ему должна. Или какой-то, я не знаю, материальный аспект, момент. Что он там выжидает с ней? Солнце, старший аркан солнца. Может быть, чтобы... Я не знаю, она детей, может быть, ему отдала. Если она, это жена, у них там дети. Что, может быть, детей отдала. И старший аркан солнца, он ждет, чтобы он выиграл. Он хочет выиграть. Он хочет из этого всего ужаса выйти по солнцу победителем. Победителем, вы понимаете? Может быть, чтобы она ему через суд отдала что-то. Там вернула дом ему, вернула деньги, вернула ему золото, вернула землю, квартиру, машину. То есть он хочет выйти из всего этого ужаса с ней солнцем чистым, незапачканным. Может быть, она ему репутацию уже так подпортила, что мама не горюй. И он хочет, да, через суд, может быть, доказать, что это не так. Это клевета. Я чистый, я не воровал, я ничего не брал. Она должна мне вернуть. Как-то так, вы понимаете? Он просто хочет выйти вот в этой победе своей. Он хочет получить свое, мое, я не отдам, она вернет мне. Я хочу выйти из этого ужаса с ней на свет. Посмотрите, сколько здесь карт темных. Видно вам? Посмотрите, сколько карт здесь темных. И один только просвет. Просвет с его стороны, потому что он в душе надеется, что он выйдет на свет из темного вот этого царства с ней, в котором он находился, в ужасе, в котором он был, пребывал. Он выйдет на свет. А по поводу вас ему очень тяжело. Он с вами не может решить вопрос, потому что вы от него находитесь далеко. Вы такая императрица, зазналась, пошла вверх, вперед, он вам не нужен. И как он думает, я к ней сейчас буду прокладывать эту дорогу? Тем более, он идет со своим вот этим грузом прошлых, который он до сих пор не выкинул. А прошлое это вот, вот эти прошлые, вот они, вот она, это прошлое у него. Этот ужас, который он тащит, туда сзади, выкинуть не может, идет к вам, а к вам ему тяжело идти, он боится уже и вас тоже, понимаете? Потому что он про вас практически ничего не знает. Какая вы сейчас уже? тем более, если вы еще практик, представляете, что у него ужас какой в голове? От нее-то, чем не ожидать, если вот это вот на меня магию делала? От практика мне тогда... и даже если вы будете ему говорить, ты что, идиот? Я никогда в жизни на своего мужика не делаю, делать никакую магию не собираюсь, никакие привороты, никакие сексуальные привязки. Потому что я знаю, как это работает. Зачем мне это нужно, если я настолько и так разлива, что в меня можно влюбиться и без приворотов? Ты что, идиот? Ну как ему теперь вот это вот объяснить, да, девочки? Ну вот, понимаете? А он теперь, обжевшись на молоке, теперь будет дуть на воду. Хорошо, он идет к вам в десятки жезлов. Давайте уже добьем его по десятки жезлов, что он там никак не дойдет до вас. А он собирается идти к вам дальше? Его это не остановит? Его ничего не остановит? Пути тяжелые к вам, император, отлично. Мальчик, дальше. Да, девятка. Вот смотрите, он торопиться не будет. Он будет очень тяжело и долго к вам идти по той причине, что он пытается выйти на прямую дорогу к вам. Он сейчас идет по просеке какой-то, понимаете? По какой-то скользкой дорожке, какой-то тропиночке, идет, спотыкается, идет, спотыкается, ему тяжело, он дойти до вас не может, потому что пока он идет, он сто раз уже думает. А правильно я иду? А нужен ли я ей? А как мне с ней настроить отношения? Блин, я устал, я вот в этих отношениях устал. Как мне сейчас новые развивать? У него, знаете, миллион вопросов в голове. Он будет к вам идти очень медленно, по той причине, пока он идет, он превращается в императора. Пока он идет по этой дорожке узкой к вам, вот такой вот, он вам идет вот такой вот. Видите его? Видите, да? Вы даже лица его не видите. Он идет вам задом к вам, вот так вот идет, медленно, вот своим вот этим вот грузом, несчастным, прошлых лет своих, ошибок своих, вот прется к вам в таком виде, да? Непонятно, отшельник, монах, кто он вообще? И пока он будет идти очень медленно по этой просеке, по этой дорожке, он будет меняться вот от такого, вот в такое. И он вам придет, вот таким императором. Потому что его вот этот долгий путь с тропиночки на большую главную дорогу сформирует его, это жизнь формирует его, дорога жизни формирует его, сформирует на императора. Но этот путь непростой. Еще знаете почему? Потому что он вам вот такой, вот такой как, как монах, да? Как отшельник. Он вам не нужен. Вы его ждете вот таким императором. Поэтому пока он идет вот такой, а придет к вам вот таким, и вот таким его примете. Потому что вы будете понимать, что он вам подстать уже. Вы императрица. Вот император рядом с вами стоит. Вы видите? Не обращайте внимания, что колоды разные. Здесь суть одна. Вы императрица. Вы уже давно императрица в его глазах. И по сути своей вы себя чувствуете императрицей. А он станет императором. Он пока идет по этой дороге. И придет к вам императором. Я вам говорю это точно. И когда он уже придет, он будет вам делать предложение. Руки и сердца. Он будет вам делать предложение. А знаете, почему такой к вам путь долгий и далекий? А по той причине, что он в первую очередь сделал изначально неправильный выбор. Он выбрал не вас. Он выбрал другую женщину. На чем он и напоролся. На чем он и сделал главную ошибку. А теперь его такой далекий путь к вам возвращения. Потому что вы его нафиг послали. Он вам не нужен уже. Вы для себя поняли, что такой идиот рядом со мной не должен быть. Если мужчина меня не понял, нафига он мне нужен? Я императрица. Я настоящая женщина. Я что должна была ему каждый раз, каждые пять минут об этом говорить, если человек не понимает? Он понял поздно. Но флаг ему в руки. Флаг ему в руки. Я сейчас не собираюсь к нему бежать в объятия, прыгать ему на ручки. Это не собираюсь делать. Если он туго думает, это его проблемы. Пусть учится, значит. Пусть идет по своей тропинке. Если я на тот момент буду свободна, окей. Может быть, я еще и подумаю, как с ним строить отношения. А если я буду занята, то, увы, милый, мне жаль, что ты такой путь сделал. Но в любом случае, ты же император, очень хорошо тебя. Вот это вот, да, дорога ко мне тебя сформировала в лучшую сторону. Ты поумнел и стал мужиком. Я уже рада за тебя. Я вам сейчас ваши мысли прочитала, девочки. Четко, конкретно. Давайте посмотрим, знаете, что? Любовь. Магия торонослаждения. Она очень хорошо показывает. Л'amour toujours. Сейчас посмотрим, как он вас любит. Я же вопрос не задавала про любовь, да? Как же, блин. Без этого же никак. Без любви жить невозможно. Как это сложно. Итак, любит он вас или нет? Или как он вас любит? А ну-ка. Карта повешенного. Девочки, вот я немножко так закрою. Карта повешенного просто. Он вас любит, но вы его не хотите. Вы ни в какой не сдаетесь. Ему не подчиняетесь. Вы очень сильная. Вы к своему телу его не подпускаете. Вы такая шикарная женщина. Настоящая императрица с прекрасными женскими формами. С прекрасной грудью. С прекрасными ножками. С длинными волосами. С глазками. Ой, просто вообще сногсшибательная. Сногсшибательная. А еще, если вы и практика, практики все красивые женщины, кто занимается магией, то тут вообще он забыть вас не может. Понимаете? Он вообще вас забыть не может. И никак до вас дотянуться тоже не может. Он так хотел бы с вами уединиться. Вы такая недоступная. Недоступная. Понимаете, как в журнал открываешь, журнал плейбой, смотришь там красивые картинки эротических женщин. Вот мужик облизывается, ничего сделать не может, только смотрит. Правильно? Вот такое ощущение, как будто здесь мужчина ваш, то же самое. Вот он где-то на вас глядит, где-то в соцсетях, на аватарке ваша фотография светится красивая, сексуальная. Или где-то еще там, я не знаю, видит вас, да. Но вот не может. Я хочу. Вот он так хочет вас потрогать прям, пощупать вас, прижаться к вам. Еще кое-что, да, но нельзя. Нельзя. Можно только смотреть. Представляете, для мужика это убийственно? Он только смотреть ему, когда его говоришь, не ко мне трогать нельзя, только смотреть. Он думает, как мне теперь дальше жить и как не по ночам спать но давайте посмотрим я просто сейчас права он за вами ближайшее время не ближайший господи самое последнее время вот сегодня завтра послезавтра он будет он за вами наблюдает где-то следит за вами да конечно следит еще как следит да 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 еще знаете как следит он пытается он пытается нащупать у вас мужик другой есть или нету вот почему он еще следит она себе другого мужика завела или нет ему очень сильно хочется это знать потому что он бешеный в ревности своей понимаете он считает что вы моя то есть что ты моя когда так у тебя какой-то другой мужик он будет в такой ярости такой ярости даже если вы сто лет уже не виделись он будет в такой ярости потому что он считает что это детка моя и как у нее какой-то другой хахель заведется где-то что-то я не понял кто не там должен быть и если даже будете вы ему говорит идиот мы с тобой уже сто лет не видимся я свободно я могу себе другого мужика завести он вам скажет что это ты с чего с какой перепугу ты поняла взяла себе в голову что ты можешь себе другого мужика завести ты моя ты чего не понимаешь что ли что никакого ряда мужика не было все давай отправь его лесом это я у тебя любимый единственный но он еще свои права будет качать я вам говорю серьезно потому что мы все мужчина по шестерке кубков ностальгирует он постоянно вот так вот 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 это он считаете что это он да и он вас так видит в интернете да и представляет что он с вами вот так вот целуется с вами обнимается что на фотографиях он там с вами он вспоминает как у вас все начиналось когда вы на свидание ходили когда вы там вместе шутили в ресторане может быть сидели на набережной гуляли первое свидание люблю не могу и так далее он все это вспоминает естественно да а король мечей здесь да он прям кто у нее там появился я не понял кто там под статусом написал детка моя сейчас он там быстро его находит и тому пишет это еще раз напишешь я детка моя я к тебе приеду мы с тобой поговорим я из себя детку сделаю ты понял меня ты понял меня те говорю и в лесу еще закопать никто нигде не найдет ты слышишь мне чуть скал ты пацан понимаете он 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 вообще он бешеной девочки он бешеный поэтому будьте аккуратнее он следит за вами он там шерстит по всем вашим этим и сам с перепискам кому вы лайкнули кто вам там написал киска моя детка и так далее уже с ума сходит здесь потому что считает что вы его женщина все нормально да я так думаю он там четно к руле сил все а теперь он пришел он уже здесь права качает молодец просто у нас мужик тут красава и так смотрю красавчик ваши отношения будут развиваться вообще он хочет что ваши отношения развивались а ну-ка он хочет чтобы ваши отношения развивались да конечно он хочет только вам вам это не нужно нуждается вас он нуждается ваш вашей помощи вашей я не знаю возможностях каких-то чтобы вы его пригласили позвали не знаю помогли как-то он вас хочет очень сильно забыть не может он так хочет чтобы вы с ним поиграли что вы его путь знаете поинтриговали что вы его как-то подцепили потому что вы сейчас он вам сейчас по фиг не и в абсолютно как на него забили не от вас никакой реакции а он так хочет вас довести до кипения чтобы реакцию дали на него чтобы его завели понимаете бы он хочет чтобы его заводили потому что вы такая красотка вы императрица сексуальная яркая красивая умная умная а ну-ка а вы ничего не делаете да да вы сами по себе живете ничего не делаете делать ничего не хотите но по колесу фортуны вы знаете вы он все равно появится вы будете с ним ссориться вы будете вы снять отношения потому что вы скажете все ты ушел и иди лесом я сама по себе я отшельник здесь да я шаманю сама для себя тут я шаманю сама для себя мне самой хорошо с своим бубном да иди лесом то есть вы как-то вы не будете его сдаваться будет или у вас завоевывать будет ли он доказывать вам свою в будущем свою любовь да да вот он видите летит кого смотрите здесь ангел-хранитель ему помогает вот его два коня две машины наверное ли одна машина не знаю и он такой рукой я покорю тебя я приеду к тебе потому что я твой тут цезарь я твой тут наполеон я тут твой александр македонский детка жди меня ой все надо закругляться уже надо закругляться девочки он будет вас покорять готовьтесь мужик понимаете вот вы так и сидите вернее лежите и думаете ой покоритель хренов едет едет все никак не доедет извините ну давай давай я пока тут виноград то ем да и да и уже да я вообще ни в чем нужно не нуждаюсь не уже пофиг приедешь ты или нет ну давай давай уже приедет и ради бога уже посмотрим глянем на тебя высока девочки он приедет я даже не хочу вам говорить как вам нужно себя вести вы его нужны как императрица он станет с вами но он не с вами он будет по дороге идти станет уже императором потому что но по-другому никак жизнь его отшлифует понимаете шлифовку хорошим пройдет пока он по дороге идет и он приедет к вам и будет все равно вас добиваться поэтому как вам вести себя не знаю видите как хотите видите себя как императрица как истина императрица работаете зарабатываете деньги занимайтесь собой это самое важное должны быть всегда красивые помните всегда что вы императрица женщина с большой буквы все и несите это гордость звание дальше а что там будет жизнь покажет я вас всех люблю я вас всех обожаю будьте счастливы красотулечки мои у вас нет вообще никаких соперниц знаете об этом потому что вы одна из лучших у императриц вообще нет никаких соперниц все так держать всех люблю всех целую и до скорых встреч